Гости в Жабенковской специализированной общеобразовательной школе-интернате бывают часто, но сегодняшний визит особенный. Десять электронных определителей препятствий, или как их еще называют электронная трость, стали хорошим подарком для тех ребят, которые имеют глубокие нарушения зрения. Конкретно для этой школы вот эти средства реабилитации, электронные трости, они очень значимы. Это практически для многих детей, которые здесь учатся, это глаза их, потому что с помощью этой трости они смогут выходить на улицу, они смогут спокойно ходить по коридорам школы, чувствовать себя, в общем-то, насколько это возможно, полноценными людьми. По крайней мере, их возможности значительно увеличатся. Компактный прибор австрийского производства позволяет обнаружить препятствия на расстоянии двух с половиной метров и может служить дополнением к уже известной белой трости, которую используют люди с нарушением зрения. Работа устройства основана на отражении ультразвуковых волн. Обратная связь с владельцем осуществляется через вибрацию рукоятки и при помощи звукового сигнала. Есть у аппарата функция учитель-ученик для обучения и контроля. К сожалению, столь дорогостоящие приборы не производятся на территории Беларуси, поэтому их количество ограничено. Средства Федерации профсоюзов, я уже говорил, что это, естественно, средства всех членов профсоюза. И огромное удовлетворение получаешь от того, что можешь оказать спасибо, во-первых, всем первичным профсоюзным организациям, членам профсоюза, за это участие, потому что каждый член профсоюза Республики Беларусь может сказать, что моя там частичка, доля есть вот в этом подарке. За счет средств, заработанных жителями Жабенковского района на субботнике, школе-интернату подарена механическая машинка для письма по системе Брайля. Аппарат вручил глава района Дмитрий Городецкий. Таких пишущих машинок в школе уже 12. И новый, более легкий, современный и удобный в использовании прибор станет хорошим подспорьем в получении образования для ребят с нарушением зрения. Образованию действительно уделяется внимание. Но, как я сказал, все равно этих денег мало. Поэтому, когда появляются, назовем так, добрые люди, которые действительно готовы поделиться теми деньгами, которые у них есть, во благо, как говорится, вот такого доброго дела, ну, низкий поклон этим людям. Пусть их в нашей стране, в нашей области конкретно будет как можно больше. Главная мечта всех воспитанников Жабенковской специализированной школы-интерната – видеть мир в ярких красках и мелких деталях. И наша задача – хоть на несколько шагов приблизить ребят к достижению своей мечты. Ирина Ольшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». Приктор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова